Между тем, Балхашское побережье вошло в десятку главных туристических зон страны. Для большей привлекательности озера уже разработан специальный план развития. Он предполагает комплекс мер до 2030 года. А вот как сейчас обстоят дела и что предстоит изменить, чтобы отдыхающих на водоеме стало больше, знают наши корреспонденты. Все подробности в следующем материале. У воды без воды. В селе Туранглык, что на самом берегу Балхаша, и рады бы развить современный туристический бизнес, но сюда заезжают лишь любители отдыхать дикарями. Питьевая вода привозная. Обещаниями наладит центральный водовод село живет уже два десятка лет. Уже отдыхающие даже знают, что вода нет. Если бы вода была в каждой комнате, арестом, душ, все стояло бы там, тогда, конечно, отдыхающие были бы тогда. Мы тоже рады и были бы работать. Сказывается и удаленность озера от крупных городов. От Алматы и Нур-Султана до Балхаша 600 километров. Но дорога занимает времени столько, к примеру, сколько на самолете до Средиземного моря. Путешествия сюда не из легких. Автодороги плохие. Сейчас их ремонтируют, расширяют. Но пока самолеты в неделю всего два раза. Да и стоимость билета доступна немногим. На поезд летом билеты вообще не достать. Линейка туристических продуктов, говорят специалисты, крайне мала. Тюлени отдых на пляже разнообразят лишь рыбалка до шлашлыки. Не хватает познавательных интересных экскурсий, жалуются отдыхающие. Люди приедут и на территории сидеть – это очень скучно. Надо куда-то ехать, надо что-то смотреть. Смотреть есть что? Рассказать надо об этом. По Балхарской курортной зоне можно рассказывать просто часами, потому что это и легенды, это сказания специалистов надо готовить. Первым делом надо готовить новых специалистов. Ко всему туристический сезон на Балхаше недолгий. С приходом осенней прохлады большинство баст отдыха просто закрывается. Это делает отельный бизнес здесь или долго окупаемым, или очень дорогим, или теряется качество. А того отелей высокого уровня сервиса всего три на всем побережье. Пляжный сезон очень короткий. Вот здесь на Балхаше буквально 2-3 месяца. Но даже при этом, при правильном менеджменте, при правильной политике можно этот сезон удлинить, сделать его круглогодичным. Решить все эти проблемы, мешающие развитию туризма, должны уже в ближайшие годы. Балхаш вошел в десятку туристических мест, и по развитию побережья уже разработан специальный комплексный план со сроком реализации до 2030 года. Иван Чаус, Василий Савкин, Хабар-24, Карагандинская область. Продолжение следует... Продолжение следует...